Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава первой книги «Царей» или «Царств» в старых переводах. Я для библейского портала «Экзегет» читаю ее в своем переводе и немного комментирую. Итак, у нас с вами только что рассказано было о войне с Ферестимленными, очередной, в которой победили на сей раз израильтяне. Обычно о том, как они проиграли, Библия просто не рассказывает, хотя такие эпизоды тоже бывали. И из этого нужно сделать какие-то дальнейшие выводы. Но, впрочем, не только из этого. Предыдущая 14 глава закончилась таким общим обзорным замечанием, что Саул все время воевал с окрестными народами, и, в общем, у него это неплохо получалось. Но 14, мы говорили об этом, вся посвящена, собственно, вопросу, чья воля исполняется. Вот критический момент войны с Ферестимленными. И выясняется, что, в общем, Саулу Бог не очень нужен. Нет, он не против него, ни в коем случае. Но Саул просто сам все это решает. И у него готовы ответы. Он сам накладывает заклятия, сам казнит, сам милует. В общем, у него своя программа действий. Это явно расходится с теми представлениями о царской власти, которые мы видели в предыдущих главах, что царь — это наместник Бога над его народом. Ну и в 15 главе мы как раз этот скрытый, тлеющий конфликт, 14 он уже обозначен, но только он не выявлен, не выведен наружу. Скрытый, тлеющий конфликт в 15 главе уже проговаривается, обсуждается в полный голос. И, конечно, человек, который этот конфликт вводит наружу, это Самуил, пророк, помазавший Саула и возвещающий Израилю волю Божью. Самуил сказал Саулу, «Это меня посылал Господь помазать тебя в цари над его народом, над Израилем. И теперь прислушайся к словам Господним». Вот что говорит Господь воинству. Да, то есть вообще-то не забывай, как ты стал царем. Ты не завоевал какую-то землю, чтобы ее себе подчинить. Не родился сыном царя, чтобы тебе отец передал царству. Ты был избран Богом, значит. Пожалуйста, исполняй его волю. Я покараю это слова Господа. Я покараю Амалека за то, что сделал он Израилю. Встал у него на пути, когда тот шел из Египта. Это в книге Исход. В 17 главе описано, что амалекитяне были враждебным народом, они не пускали израильтян. Ну вот теперь они должны получить за это. Вообще, конечно, нам странно видеть такого мстительного Бога, но, возможно, это отголосок вот тех же самых представлений, которые есть в книге Иисуса Новина, когда священная война, но это такой способ исполнить волю Божью. Наверное, других способов тогда еще люди особенно и не знали. Мне неприятно читать эти строки. Не только потому, что тут явно геноцид описан, потому что это прямая воля Божия, как ее описывает книга. Я, ну, как-то не готов сказать, что Бог призывает предать заклятию, то есть полностью уничтожить абсолютно все население, включая детей и младенцев, которые лично ни в чем не виновны. Я не знаю, как к этому относиться. Правда, не знаю. Я для себя предлагаю объяснение, ну, не один я, конечно, что, может быть, вот в те времена этот голос Божий воспринимался, как и вообще мы его слышим не напрямую, а воспринимался вот через какой-то фильтр. И абсолютное неприятие языческих практик, может быть, может быть, для того же самого СМИЛа звучало так, что нужно просто пойти и убить всех тех, кто эти практики совершает. А может быть, и действительно не было другого способа их прекратить. Не знаю. Вот не знаю. Для меня это один из довольно мучительных вопросов к библейскому тексту. Но здесь обсуждается не это. В 15 главе основная тема другая. Вот именно, что воля Божья и воля царя Саула. Саул собрал войско, выстрелил его в тыла, ими 200 тысяч пеших израильтян и 10 тысяч иудеев. Саул отправился к городу Амаликитяна и устроил в долине засаду. Кенеем Саул объявил, это еще один народ, который рядом с Амаликитянами живет, оставьте Амаликитян, не оставайтесь среди них, чтобы мне не истребить вас вместе с ними, ведь вы по-доброму поступили с сынами израилевыми, когда шли они из Египта. Так Кенеи оставили Амаликитян. Ну, то есть он постарался вывести, что называется, мирных жителей. Ну, хоть что-то. Саул нанес Амалеку поражение от Хавила до прохода в Шур, что по направлению к Египту. Мы не знаем точно, где все это располагалось, но нам и не очень важно. Царям Амалекского Агага он захватил живьем, а весь народ, предав заглядь, все перебил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, а также лучший скот из статы Атара, откормленных животных. Лучше они не стали истреблять, а истребили только худшее, незначительное. То есть, смотрите, проблема не в том, что был совершен акт геноцида для библейского автора, печально. Проблема в том, что было нарушено слово Господне, уничтожьте все. Они не из гуманизма, они из какой-то, ну, желания, прибыли, что ли, царя тоже оставили в живых, хотя он, наверное, в наибольшей степени ответственный за все, что происходило. Но за царя кто-то выкуп даст, у царя, наверное, богатств много. Он подскажет, где там у него хранится закрытое, зарытое какое-то спрятанное сокровище. Царя лучше не трогать. И, конечно, самый лучший скот лучше забрать себе. Зачем его уничтожать? И было Самуилу слово Господне. «Зря поставил я царям Саула, он оставил меня, слов моих не исполнил. Самуил в горе взывал Господу всю ночь, а рано утром Самуил вышел навстречу Саулу. Возвестили Самуилу, что Саул ходил на кармель, чтобы поставить там себе памятник, и что на обратном пути он спустился в Гилгал. Ну, про памятник, то есть, некоторый памятный знак, который как раз Саул хотел себе оставить. И, наверное, вполне логично, что вот царь, который подобным образом себя видит возвестителем высшей воли, ну, он и памятники себе ставит прижизненные. Хотя тогда это не только он так делал. И обратим внимание вот на трагизм этой ситуации. Самуил сам горячо переживает, взывает к Богу, но не знает, как это изменить. Вот он только может возвестить. Он уже не власть над Саулом, он только может передать ему эти слова. Когда Самуил пришел к Саулу, Саул сказал, ну, благословен ты у Господу, я исполнил слово Господне. Да, то есть, отчитался. Но Самуил ответил, что же тогда за блеяние овец, я слышу, что за мячание коров раздается. Ну, очевидно, не исполнил до конца. Саул ответил, мы забрали их в Амаликитян, народ пощадил лучших животных в атарах и стадах, чтобы принести их в жертву Господу Богу твоему, а прочих мы перебили, предав заклятию. То есть, он тут же нашел благовидный предлог, но это все для Бога, на самом деле, не для нас. Конечно, кого-то принесут в жертву, но всегда же так бывает, не для себя стараюсь, а ради высшего блага. Ну, и мне же тоже что-то к рукам прилипло. Самуил сказал Саулу, погоди, я возвещу тебе, что сказал Господь этой ночи. Тут ты ответил ему, говори, наверное, ожидая какой-то похвалы. И сказал Самуил, разве не был ты ничтожен в собственных глазах, когда стал во главе племен Израилевых, и Господь помазал тебя в цари над Израилем? Господь отправил тебя в поход, повелев пойти и истребить, предав заклятию грешных Амаликитян, воевать с ними, пока не будут они истреблены. Отчего же ты не послушался Господу, бросился грабить и сотворил зло в очах Господа? То есть, ты был никем и стал царем, должен был исполнять мою волю, но не сделал этого до конца. Саул ответил Самуилу, я послушался Господа и выступил в поход, куда отправлял меня Господь. Я привел Агага, царя Амалекского, а Амаликитян уничтожил, предав заклятию. Народ же взял из добычи овец и коров, лучше из заклятого, чтобы принести жертву Господу, Богу твоему, в Гилгале. Дальше очень важные слова Самуила. То есть, непослушание оправдывается необходимостью ритуальных действий. Вот зато мы жертву принесем. Самуил сказал, разве Господу всесожжение и жертвоприношение приятнее послушания? Нет, лучше служиться Господу, чем приносить жертву. Лучше повиноваться, чем сжечь бараний жир. Я только напомню, что Саул далеко не только в этом случае поставил свое решение выше воли Бога. Мы читали уже о войне с Ферестримленными, где это происходило. Просто там это как бы случалось и не оговаривалось. Но у Саула есть своя программа действий. И он не очень готов слушать, что ему Самуил говорит о Божьей воле. Ну и вот, когда произошла конфронтация, лоб в лоб, Саулу приходится как-то на это обвинение реагировать. Саул ответил Самуилу, да, я согрешил. Я приступил по велению Господней твоей славы, ведь я устрашился народу, потому и послушался его. Но теперь, прости мой грех, вернемся вместе, и я поклонюсь Господу. Устрашился народу. Вот, смотрите, народ хочет царя. И Бог дает народу царя, но царь оказывается заложником народной воли. Народу нужен царь для того, чтобы побеждать на войне. А побеждать на войне значит захватывать богатую добычу. Какой же толк в победе, если я домой коровку себе не приведу после этой победы? Зачем страдать, зачем погибать людям, если нет шанса прибыли какой-то от войны получить? И Саул, ведя народ на войну, неизбежно соответствует ожиданиям народа. Вот эта диалектика, вот эта взаимосвязь, вроде бы народ передает всю власть Саулу, но народ Саула спрашивает, он требует от него соответствия своим ожиданиям. И так Саул говорит, ну да, я пошел навстречу по желаниям трудящихся, прости. И Саул сказал Саулу, нет, я не останусь с тобой, ты отверг слово Господне, и тебя отрешил Господь от царства Израилева. Вот фактически Саул смещен с должности царя. Но он еще царь, еще долго будет оставаться царем. Все происходит не сразу. То есть должность царя пожизненная, и Саул до конца жизни останется царем, но просто он уже не тот царь, который нужен Богу. И повернулся Саулу, чтобы идти прочь, но Саул ухватился за пол его одежды, оторвал ее, ничего себе, крепкий парень. На это Сауил сказал ему, так теперь вырвал у тебя Господь царство израильское, чтобы отдать другому, кто будет лучше тебя. Не обманет дарующий победу Израиля, он не передумает, ведь не человек он, чтобы передумать. Это некоторая отсылка к тому, что было раньше, где Саул сам побеждал филистимлен, сам передумывал, обещал казнить Анафана и казнил. И в общем, ну, Саул оказывается вот в положении человека, которому очень ясно объясняют, что он не Бог, и он присвоил себе некоторые полномочия, он принимает на себя дерзость решать, а это значит, что Бог его оставляет. Это не значит, что Бог его немедленно накажет, убьет, что-то еще. Просто, ну, хорошо, ты хочешь без Бога все это делать? Да, пожалуйста, попробуй, посмотрим, что выйдет. Саул ответил, я согрешил он, но почти меня прошу перед старейшинами народа и всем Израилем вернемся вместе, я поклонюсь Господу Богу моему. Тогда Самуил вернулся вместе с Саулом, и Саул поклонился Господу. То есть не будем устраивать скандалы. Если я приду без тебя, весь народ поймет, что ты от меня отказался, что Господь меня отверг. Зачем это нам нужно? Сделаем вид, что все хорошо. Ладно, Самуил на это идет. То есть есть какие-то внутренние отношения человека с Богом. Вот трагедия правителя Саула это очень трагичный правитель. Есть его внутренние отношения с Богом, которые вот у него в сердце, которые наедине может быть его духовным наставником Самуилом. И есть внешняя картинка, где все хорошо. На телевидении показывают парадную сторону всегда. Самуил сказал, приведите мне Агага, царя Амалякского. Ну, хоть царя убьем, что ли. Вот когда все это произошло. Агаг подошел к нему, пошатываясь. Другой вариант перевода в оковах. Агаг сказал, ведь миновал ужасный смертный час. Его не убили. А может быть, тоже тут трудность перевода. Или как же горька смерть. То есть даже этого Агага немножко жалеть начинаешь. Но Самуил ответил, твой меч отбирал у женщин сыновей. Так пусть и твоя мать лишится сына. И Самуил изрубил Агага пред Господом в Гилгале. То есть, оказывается, причина его зарезать все-таки была. Ну, еще раз, я не знаю, как отвечать на этот мучительный для меня вопрос, почему получается так, что геноцид санкционирован свыше. И, возможно, возможно, дело в том, что были некоторые помехи восприятия. Но это вот такая догадка, которую можно принимать или не принимать. Затем Самуил отправился в Раму, а Саул вернулся к себе домой в Гиву Саулова. Вприть Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти. Но Самуил скорбел о Сауле, ибо зря поставил Господь Саула царем над Израилем. Вот интересное завершение. Эти две героические фигуры разошлись. Больше не встретятся. Но Самуил, обличая Саула, скорбит о нем. То есть, это не злорадство, не злоба. Это ощущение скорби. И зря поставил Господь Саула царем над Израилем. Вот еще раз мы видим, что есть все-таки какая-то дистанция. Самуил, который это и сделал. Самуил, который обличил. И потом он говорит, эх, зря Господь это сделал. То есть, все-таки Самуил не воспринимает волю Божью, ну, как мы газету читаем. То есть, вот ясно прочитал. Или книгу. Все понял. Ну, книги можно не все понять. Газеть обычно все понятно. И вот он, абсолютно для него все это прозрачно. То есть, для Самуила это проблема. Как же так? Саул царь, Саул великий вождь, Саул победитель. И Саул нарушитель воли Божьей. И Саул недостойный царь. И Саула Господь отверг. Как это получилось? Зря Саула надо было кого-то другого. Мне кажется, вот это как раз к вопросу о том, насколько открыта на самом деле Самуилу воля Божья. То есть, да, конечно, открыта. Но явно не до конца. Явно он не понимает каких-то тонкостей, каких-то взаимосвязей. Он видит лишь внешние проявления событий. При том, что он открывает эту волю другим людям. Он говорит, вот сейчас Саул избран Богом, чтобы быть царем. И может быть, дело еще в том, что Саул — это опыт царской власти, который был очень нужен для того, чтобы следующий царь, Давид и его потомки, имели прецедент. Они бы понимали, как это работает. Вот когда возникает что-то новое, монархия в Израиле или демократия в России, она не работает как надо с самого начала. То есть пробуют так, пробуют эдак, в одну крайность, в другую кидаются. И постепенно что-то там находится. Но не сразу в законченном виде. И вот Саул — это не лишний опыт. Это не то, что «фу, Господь ошибся, ну, ничего, не мог найти кого-нибудь получше». У Давида хотя бы сразу. Ну, Давид моложе Саула, и он еще, когда народ попросил царя, или не родился, или был младенчиком крохотом. Вот. Ну, какого-нибудь другого такого же. Да нет, дело в том, что история, она не пишется в виде такого отчета о параде, где все вышли красиво и стройно, и сделали что-то одно правильное, и вот остальные зрители были исключительно довольны. Нет, история — это очень сложная штука, в которой все время что-то идут не так. История с Саулом тоже, но из истории можно извлечь уроки, а можно не извлекать. И вот как раз эта история с Саулом, она, мне кажется, ровно про это. Про то, как по-разному можно себя вести, будучи царем Божьего народа, и о том, какие уроки из этого извлечет тот же самый Давид. Ну, а Давид у нас появится в следующей шестнадцатой главе. Спасибо. 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 Спасибо.